Приветствую вас! Как мой коллега и сказал, что вы созависимы, скорее всего, и нужно для начала отделить себя от мамы. Да? То есть вы пишите, что вы чувствуете, что погибаете во всем этом, да, но в чем во всем этом вы погибаете? Почему у вас такое ощущение, да, что вы как будто бы своей маме чего-то должны? То есть как бы вы же, я правильно понимаю, что пишите по поводу того, что расстались с парнем, да, в контексте мамы. То есть как бы вы где-то намекаете на то, что мама, ну, спровоцировала, может быть, может быть, то, что вы расстались с мужчиной. Ну, вот. То есть как эти вещи связаны, могут быть между собой. Вот. Для меня это не совсем понятно. И вам нужно тоже для себя определить. Вот. Вам нужно точно для себя определить, как это связано друг с другом. Вот. Значит, это первое. Второе. В чем вы все-таки погибаете? В чем конкретно? Почему для вас так важно, чтобы мама, значит, ну, была именно той, какой хотите вы? То есть складывается впечатление, что вы пытаетесь поддержать, условно говоря, образ мамы, который у вас есть. Что как бы тоже далеко не всегда верно, а то и всегда неверно. Понимаете? Какая штука. То есть вот это те два момента, на которые вам нужно обратить внимание. Далее вы пишите, как поступить, не знаю, как поступить, чтобы что. Какая штука. Маму вину исправить. Свою жизнь вы почему-то губите. Скорее всего из-за чувства вины. Может быть, там, по какой-то другой причине, да, то есть как бы, ну, может быть, у вас есть еще какая-то причина, по которой вы так себя ведете. Ведь вы же с парнем начали встречаться уже после того, как ваша мама начала пить. И, значит, соответственно, и парень знал, что, ну, как обстоят дела, и вы знали, как обстоят дела. Вот. Ну, то есть, здесь, на мой взгляд, нужно смотреть, опять же, да, что изменилось у вас. Что изменилось. Вот. Что стало по-другому. Вот. То есть, мне кажется, это то, на что нужно обратить самое причинное внимание. Вам. Да? Вот. Ну, сейчас. На данный момент. Вот. Далее вы пишите, вы пишите, смелости мне не хватает. Смелости мне не хватает. А на что смелости вам не хватает? То есть, как бы, ну, получается, что вы уже знаете, что нужно делать? Как нужно поступать? Вот. Ну, у меня такое чувство возникло, по крайней мере. Вы знаете, но... Себя обвиняется. Получается. Ну, так выходит. Так выходит. Снимается? Да. То есть, я опять же, я не знаю, как обстоят дела, на самом деле. А, может быть, всё по-другому, но пока, исходя из того, что вы пишите, я могу предположить только это. Вот. Так что... Тут вопрос, опять же, к вам. Да? Что вы хотите? И, возможно, для начала имеет смысл именно сформулировать вот этот вот запрос. Да? Сформулировать его. Что же вам нужно и смелости на что, на что вам не хватает. Вот. Подкастук. А, ну, собственно, если вы с этим определитесь, то будет хорошо. И тогда мы сможем вам помочь. Что касается вашей мамы, то я думаю, что вам имеет смысл почитать книгу Валентина Москаленко «Созависимый семейный болезн» для начала. Вот. Вот. Это очень хорошая книга для, так сказать, введения в тему созависимости. Чтобы вы для себя, ну, увидели, как всё происходит. Вот. Значит, в принципе, так. Мне кажется. Впереда книга. Потом определиться, чего вы хотите. Вот. И... После этого всё можно будет работать. Вот. А так, без запроса вам помочь. Наверное, наверное, будет. То есть, вперва, понятно, нужно отделиться от мамы, да? Потому что это понятно. Вперва нужно отделиться от вашей мамы. Вот. Вперва нужно как-то, ну, отзвониться от неё. Оставить её, потому что она, может быть, как раз, как раз вот... Пьёт именно по причине, что вы её всё время пытаетесь вговаривать, всё время пытаетесь её... Как-то, ну, обезопасить от того, что она делает. И по итогу ничего не получается у вас. По этой причине, ну, у вас ничего не получается. И она, соответственно, тоже не чувствует, что ей хорошо. В этом смысле. Вот. То есть, вы своими действиями... А своими действиями вы, по факту, ей вредите. Ещё больше. Вот. Я понимаю, что вам это, скорее всего, неприятно. Я понимаю, даю себе отсчёт в этом. Вот. Ну, так устроена... Создаюсь. Так устроена. Так она работает. По крайней мере. Вот. А на этом всё. Наверное, надеюсь, что помог вам. Извините, что не много. Ну, сколько вы представили информации, столько, соответственно, такой ответ. Вот. А если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку, будет рада на ночь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!